Добрый день! Информационная служба телерадокомпании Гомель протягивает свою работу у эфира и у студии для вас працует Евген Поболовец. Спортсмены Гомельской области завоевали первую медаль Бразильской Олимпиады. Джавид Гамзатов выиграл бронзу с поборництвах по греко-рымской борозьбе у категории до 85 килограммов. У пауфинале выхование с Мазырской школы борозьбы соступил украинцу Жану Белинюку. У схватца за бронзу Беларусь зликом 4-1, перемог болгарина Миколая Байракова. Гэта медаль стала пятым у скорбонцы сборной Беларуси на Олимпиаде у Рея де Жанейра. В прошлом году он чемпион Европы, на всяк случай, этот парень из Болгарии. То есть метры 88, по-моему, у него рост болгарин. Попробуй потенциал парней, которые уже выстрелены, боровшие, уже имеют опыт в борьбе. Тем более, они первый раз боролись, не знаю, как с ним бороться. Но Джавид, знаете, борцовский опыт просто так не пройдет в стороны. Он чувствует, что у кого можно выиграть. С бронзовым медалем Джавида Гамзатова повиншовал старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник. Своим близкучим выступлением Баяшера сподтвердили усяму свету высокое майстерство белорусских борцов, говорится в виншивании. Владимир Дворник пожедал спортсмену досягнение усих поставленных метов и новых перемог. До инших тем. Гомельская областная комиссия по выборах депутата уплаты простовников национальных асходов Республики Беларусь разглядела скаргу незарегистрованного кандидата Олега Горбенки. Округовую комиссию не задоволила информация, продоставленная у подаденной декларации. По словах максимального претендента на депутатский мандат, летостью он официально не зарабил ни одного рубля, что оказалось неотповедающим реальной ситуации. В уголе округовой комиссии Гомельской области не зарегистровали шесть человек. Четыре из них неправильно указали свои доходы за минулый год, один позабылся об наявности у его автомобиля. И еще у одного оказались несоправдные подписы у подписных листах. В декларации об доходах и маемости Олега Горбенки не было даденных о выплатах, отриманных у одним сельско-господарших предприемствах, а так само некольких выигрышев у гольнявых клубах. А гольная сумма незадекларованных сродков перевысила 13 миллионов недоминованных рублев. Ситуацию детальево проанализовали с допомогой специалистов податковой инспекции и юриста. У разгляде скарахи так само приняли удел наглядальники от АБСЕ, политичных парты и громадских организаций. По выниках 50-жень, члены Гомельской областной комиссии по выборах депутатов Палаты поставников национального схода Республики Беларусь не знайшли подставу для обмена решения округовой комиссии и регистрации. Комиссия областная подтвердила решение окружной избирательной комиссии. Данному гражданину вручено решение и за ним остается право обратиться в трехдневный срок в областной суд для обжалования решения областной комиссии. На Гомельшине цены на продукцию не растут, по некоторых категориях товаров у воголя назирается снижение цен. По этому покажику наш регион займает первое место в Украине. Об этом сегодня поведомил начальник управления антимонопольной и ценовой политики Гомельского облаканкама Андрей Сущевич. Специалист управления два разы на тыдень проводят мониторинг андлевых сеток Гомельской области. В выпадку роста цен на певную категорию товаров звертаются до гандляров и вытворцев, капты расслумачали, чем это обумовлено. В начале года фактов необгрунтованного повышения цен не выявлено. В свободном доступе есть товары не только от гомельских вытворцев, в крамах и на рынках проставлены товары из всех областей краины. Что сказать производителям? Они должны активнее работать вместе с торговыми сетями и, скажем, продвигать свой товар. Каких-либо, еще раз повторяю, запретов у нас в Гомельской области не установлено. Гомельская область по росту цен уверенно занимает первую позицию в рейтинге. В том плане, что у нас цены, как таковые, практически не растут. По отдельным товарам есть даже небольшие снижения. В Гомеле самый низкий узровень беспрацовья сарод областных центров. Такую информацию подчас сегодняшней пресс-конференции поведомил начальник управления по праце, занятостей и социальной обороне ГАР Ваканкама Александр Клюшинский. Это пока что держится на узровне 1,1%. Кого зараз шакают на рынку працы, расскажет Вольга Вальченко. Зараз на улику в службе занятости стоят 2418 человек. Зразумело, это не полный спец городских беспрацовных. Колька же офицейных вакансий перевышает эту личбу. Их больше за 2,5 тысячи. Наймальники, дороже, не зауседы информуют улады об усих наявных местах. Имкнутся знайсти работника властными силами. Однако за последние 2 годы ситуация и в этом аспекте полепшилась. Вакансий стало в 3 разы больше. Заявляются и новые места працы. В городе на сегодняшний день создано уже 1453 новых рабочих мест. На действующих предприятиях создано 830. На новых предприятиях 623. Планируется, что в пределах более 2 тысяч рабочих мест будет создано и до конца текущего года. И эта задача поставлена, и эта задача будет выполнена. Как и, естественно, на рынку працы чекаются будовников и продавцов. Есть места для выхователей детских садков и медицинских работников. В среду обычных вакансий есть и такие, которые чекаются высококвалификованных специалистов. Например, судовых экспертов и провизоров. Довольно долго чекаются профессиональных инженеров-программистов. А, до речи, заработную плату пропоновуюсь добрую. Каля 900 доминованных рублев. Что текаво, специалисты означают, что прости за все, знайсти место в артовниках и вахтера. Уладковать жадающего часа могут за пару дзен, а то и годин. А калей квалификации беспрацовного не дозволяя знайсти доброе место, служба занятости допоможа с пера квалификацией. Запись трудовой книжки, что он токар, это не значит, что он токар. В соответствии с законодательством Республики Беларусь каждый наш наниматель должен принять с удостоверением. То есть человек должен пройти обучение, человек должен получиться официальный документ. Согласитесь, какой бы мастер ни был, но, наверное, вы сапоги не пойдете заказывать человеку, который далек. Час для працевого откования не самый спрояльный. Однако улады с початку года знайшли место амаль для 5 тысяч гомельчан. В Ольга Вальченко, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». У Центральной городской библиотеки Семя Герцин открылась персональная выстава творог гомельского майстра Натальи Завтриковой. Экспозиция «Сад каханья» складается с картин, выконанных из природных материалов у авторской манеры. На открытии выставы побывал наш корреспондент Ганна Коральчук. Выстава творог декоративно-прикладного мастерства Натальи Завтриковой – Гэта черговая экспозиция у межах проекту «Живый аутограф». Уже четвертый год музей аутографа, який дейничает при городской библиотеке имя Герцина, проводит серую сустреч и выстав со знакомитыми гомельчанами, які увашли у сучасную историю города, дзякуючи своей дейности. Техника, у якой выканано больше створа, носит назву «терра», што в перакладе з латинского означает «зямля». Материалы, які выкористовуються у гэтай технице, мают за мною паходжыня – сухие кветки и листья, насенние, камяні, крупы и шкарлупины орехал. Поздней Наталья Завтрикова пачыла экспериментовать и дадала до природного материалу нитки и пацерки, што пашырала я ее творчые махчымасцы. У проставленных на выставе работах аутар выказала своя бачыня чаровного и таймничего саду, у яким живе каханне. Эта выставка называется «Сад любви». Ну, вы можете видеть, что многие картины обозначены именно сердцем. Это все идет от моего сердца, от моей души. Я решила, что в «Саду любви» можно увидеть нечто большее, чем есть на самом деле. Открытьё выставы супроводжалось сявершованными подборками и музычным подарункам, а усе гости могли отрымать «Чаровное предказание» от древа каханья. Ганна Коральчук, Михаил Рабков, телерадио-компания «Гомель». Черговый выпуск программы «Добрый вечер Гомель» працяты творчастю и яскравыми фарбами. На некоторый час телевизийная студия перетворилася у творчую майстерню. У гостях вершарного эфиру лаурат премии Тейлора у Парижи, гомельский мостак памяталя Сергей Парценкоу. Як сваралася коллекция железных насекомых и який из экспонатов был признан на международном узровне. А гэтак же, як прадапамузе интуиции, Светлана Каласкова-Чаплинская стварая шедевры. Итти усім дадзе набачить сакральный сенс у работах мастачки. Коллективна творчастя нечаканный выник. Усё гэта и не только у программы «Добрый вечер Гомель». Сегодня у 19.30 у эфиры «Беларусь-Чатыры». Поважанных глядачим, с сегодняшнего дня на телеканале «Беларусь-3» с 19 до 19.50 глядите перед выборные выступления кандидату у депутаты платы проставников национальных асходов Республики Беларусь шостого скликання. С 19.00 до 19.25 вы убачите выступление кандидату по Гомельской юбилейной окрузе номер 31. А с 19.25 до 19.50 кандидату по Гомельской сельмашевской окрузе номер 32. Нагадаем, выступление кандидату выйдуть у эфир на телеканале «Беларусь-3». Нагэтам наш выпуск завершены. У студы працываў яген Паблавец. Усяго вам добрага и до сустрэшы у эфиры.